Это Адмиралс, меня зовут Лембетов. Вы от меня регулярно слышите, торгуете только по тренду, не входите в разворот. И вот сегодня я нарушу свои правила и расскажу о паттерне, который хорошо использовать для входа в разворот. Паттерн работает на любых таймфреймах и часто подсказывает смену тенденции. Сегодня покажу как входить в сделку, используя фигуру. Расскажу об особенностях, без которых разворот ждать не стоит. Рассмотрим параметры риск-менеджмента, где выставлять стоп и как оценивать потенциал движения после формирования паттерна. Начнем с особенностей формирования фигуры при смене восходящего тренда. Во время роста формируется откат, после чего появляется серия понижающихся максимумов. После чего цена плотно прижимается к поддержке. Пробой поддержки приводит к импульсу вниз. В большинстве случаев импульс бывает без отката, поэтому входить лучше на пробой. При развороте тренда вниз фигура формируется похожим образом. После пробоя поддержки под уровнем формируется откат, затем идет серия повышающихся минимумов. Даже если вы не планируете входить в разворот, знать этот паттерн очень полезно, так как это убережет вас в случае, если вошли на тренде в откат, а потом увидели, что цена рисуется нечто похожее. После сегодняшнего видео в вашей голове должен зазвучать тревожный сигнал, услышав который быстро выйдете из сделки. Этот паттерн часто работает сам по себе, но есть признаки, серьезно его усиливающие. Об этом и поговорим сейчас. Когда видите, смену тенденции при формировании паттерна очень полезно, прежде чем что-то предпринимать, посмотреть на старший таймфрейм и проверить, нет ли там подсказки, говорящей о вероятной смене тенденции. Например, цена уперлась в уровень со старшего таймфрейма и после этого начали формироваться максимумы каждый ниже предыдущего. Когда подобное формируется на графике, можно с высокой вероятностью ждать разворота. Другой вариант возникает, когда цена пробив уровень старшего таймфрейма не спешит идти выше, а прижимается к поддержке. Это более интересный вариант, потому что пробой и откат провоцируют многих войти, поверив в продолжение тенденции, а это обычно приводит к сильному обратному движению. В этой ситуации очень важно не попасть в ловушку и вовремя закрыть позицию или развернуться, открыв короткую сделку. Прежде чем перейдем к примерам, разберемся, как открывать сделки. Сразу после того, как начал формироваться паттерн, нужно оценить его диапазон, после чего отмерить от 1 до 3 диапазонов вниз, в нашем примере 2. Это будут первая и вторая цели. Важно, чтобы первая цель давала не менее двух рисков. Под уровнем выставляем селл-стоп. Как только вошли в сделку, сразу выставляете стоп за ближайший максимум фигуры. Когда рассчитываете цели, обращайте внимание на проторгованные уровни при восходящем движении. Это важно, так как цена может отреагировать в первую очередь на них. Лучше всего, когда цели, фигуры и уровни совпадают. Это усиливает вероятность цели. Для того, чтобы взять от сделки максимум, разбивайте ее на доли. И закрывайте позицию частями, стараясь держать последнюю как можно дольше, управляя стопом. Те же принципы работают при развороте нисходящего движения. Когда формируется паттерн, не забывайте оценивать сложившуюся ситуацию на старшем таймфрейме. Это поможет действовать более эффективно. Теперь рассмотрим несколько примеров, чтобы закрепить понимание темы. Цена двигается в восходящем движении, но формирует максимум ниже предыдущего, после чего рисует четкий горизонтальный минимум. Может показаться, что здесь хорошее место для входа в шорт. Но не будем спешить и применим то, что мы недавно изучили. Теперь видим, что сформирован паттерн и гораздо более вероятен рост. Отметим вероятные цели. В данном случае можно отметить три цели, так как паттерн формировался долго на восходящем тренде. Но даже если отметить две цели, это не будет ошибкой. Как видите, даже первые две цели были достигнуты. Третья цель тоже достигнута, ее можно было достигнуть и другим способом. Кому интересно, посмотрите видео, как создать торговую стратегию с нуля. Там в пятом разделе показал, как это делать. Ссылка будет в описании. Еще пример. Очевидный тренд вниз. Цена импульсно сформировала откат, но подозрительно плотно формирует уровень поддержки. Посмотрим, как это выглядит с точки зрения изучаемого паттерна. Как только отметили фигуру, все стало гораздо яснее. Оценим потенциал вероятных целей. Для этого отметим два диапазона фигуры вниз, то есть по тренду. Как видите, цена точно пошла в сторону тенденции, подтвердив работу паттерна и достигла намеченных целей. Похожая ситуация, как и в прошлых случаях. Цена импульсно выросла, потом остановилась на круглом уровне и сформировала горизонтальный уровень. В этом случае можно подумать, цена сильно выросла и пора идти вниз, а сопротивление дает хорошую возможность взять маленький риск. Но не спешим и отметим фигуру, так как мы это делали в предыдущих примерах. Картина стала более понятной. Отметим цели, можем прогнозировать движение цены как минимум до второй цели. Посмотрим, как события развивались дальше. Как видите, цена не достигла второй цели, но если обратите внимание на график, то увидите, что цена начала притормаживать на круглом уровне 80. Когда цена не может преодолеть такой сильный уровень, можно догадаться о слабости и прикрыть сделку, не дожидаясь второй цели. Поэтому так важно соблюдать правила риск менеджмента. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, какие точки входа используете в торговле, подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!